На оркестре народных инструментов. Что такое оркестр народных инструментов? Это оркестр народных инструментов. Какие? Гусли. Какие вы знаете русский народный инструмент? Балала и паспорт. Гусли. Домра. Да, Домра. Трещотка. Да, верно. Можки. Можки, да. Баян. Баян, аккордеон. Здорово, я вас там. У нас очень необыкнуто. Почему? Можете, да? Не часто используют и треугольники. У нас очень необычный оркестр народных инструментов. Это очень современные ребята. Они играют как в народную музыку, так и в народную музыку в обработке. И даже какие-то современные композиции. Например, в прошлом году они поучаствовали в проекте музыка военных мест. И с ними записали видеоряд, который потом играл по областному каналу. Ну, как показывают, как они играют. На месте развалин старой больницы, музея, зоу. То есть они специально выбирают такие необычные места. Просто необычные. Пойдемте дальше. А вот еще один наш коллектив. Это ансамбль скрипачей. И если вы... Так, у нас здесь не открывается, да, наверное? У нас не открывается, но я вам так наглядно покажу. Если вы когда-нибудь занимались музыкой, особенно скрипкой, вы, наверное, знаете, что скрипки бывают разных размеров. Да. Даже те, кто не занимались. Даже те, кто не занимались, знают. И совсем малыши, они могут начать заниматься скрипкой, ну, скажем, лет с пяти. Такое тоже случается. И для них нужны совсем маленькие скрипочки. Поэтому вот у нас образец очень маленькой скрипочки. Это скрипочка 1,16. То есть они... Есть целая скрипка, половинка, восьмушка, четверть. И вот это 1,16. Это очень маленькая скрипка. Вот с таким маленьким чухольчиком. Совсем какой-то маленький человек, наверное, наверняка, когда-то приходил на занятия, пока ему скрипка не попала в наш музей. Скрипачи у нас недавно взяли приз, прав собирать друзей. То есть у них множество дипломов. Они тоже очень... Они более классические, чем в нашей народе. Но они тоже очень популярны. Потому что скрипка – это всегда очень красиво и очень зрелищно. Пойдемте дальше. А что за одежда? Это одежда старая, наших студентов. Концертная одежда. Да, да, да. То есть вот это уже скоро. Раньше, конечно, не так. Да, я как вам. Народник. А какого года это? Не давно поднесется? Ну, что-то столько лет. Эти костюмы, они были в 90-х. Да, то есть использовались. А вот там вот есть совсем старые. Вот костюм по коренку. Вот такие артисты маленькие. Видите, посмотрите, какие артисты выходят на сцену. Видите? Это костюм артистки антамбля «Танца улыбка». Вот вы маленькие девочки, да? Готовы до костюма. Я поверю на тебя, просто не сюда, не бойся. Давай. То есть вам они маленькие, эти костюмы. Представляете, какие маленькие девочки выходят танцевать на ту сцену, которую мы с вами видели. Костюмам уже, правда, 30 лет, если не больше. Все расписывалось вручную. Видите, вот вы же художники. Видите, все по ткани нарисовано. Это как техника вроде батика. Как батика, да. Здорово как. Это же ручная. Вы, скажите, оставьте, пожалуйста. Такое ручное. Так, репдыши, натуральный шелк. Вон тоже все разрисовано вручную. Видите, насколько заносили этот костюм. Все костюмы. Вот мальчишечки. Это сейчас у нас есть возможность купить ткань с любым рисунком. У нас есть свой швейный цех, а раньше это было очень сложно. И вот такие костюмы считались очень большим богатым. Мы остановили всю витрину, которая посвящена Джоз Гору. Джоз Гор – это один из самых больших, самых главных наших коллективов. Девчонки поют. Ой, я даю вам памятник. По-моему, на 30 языках они поют. Ну, я не могу сказать, что они говорят на всех языках, но поют они точно на разных языках. И у них даже есть программа «Планета звука», когда они исполняют произведения подряд разных стран разных наций. Девочки неоднократно становились лауреатами, дипломантами всевозможных международных фестивалей. Они их знают не только в России, но и за ее пределами. Например, в прошлом году фестиваль «Фил Раша» «Первый канал» пригласил их в Италию, они выступали там. После чего их пригласили выступить в Мариинском театре, что считается очень высоким уровнем признания исполнительского мастерства. Ну, как видите, вот здесь собраны все их награды и особенно их предметы гордости. Это вот такая вот куколка. Переодетая в костюм «Джаз Форо» у них есть в береточках, то есть костюмов очень много разных. Сейчас еще есть очень красивые красные юбки, зеленые костюмы. Но вот кукла, переодетая в костюм одной из групп «Джаз Форо», группы 3, средняя, старшая, младшая. Вот. Она как раз всегда всем дарится, передаривается, считается предметом особенного их обожания. Пойдемте дальше. Ансамбль «Танцева улыбка» наверняка тоже мы на нем слышали. «Джаз Форо, если бывали у нас, танцующий коллектив, мы уже отчинили, насколько мы у них были. Когда они же маленькие платья, детки туда приходят в три года.